Актюбинские аграрии ведут подготовку к горячей паре в весенней посевной кампании. В текущем году в областном центре Яровым Севом планируется охватить около 18 тысяч гектаров. Будут увеличены наделы, отведенные под кормовые культуры. Также в Актюбе планируется реализовать проект крупный откорм-площадки, построить новую теплицу и молочно-товарную ферму. Об этом и многом другом рассказал руководитель городского отдела сельского хозяйства. 2021 год для агрария вышел непростым. Сложные климатические условия не поспособствовали выполнению плана по сбору урожая. В текущем году посевные работы планируются начать в конце апреля-начале мая. Но если погода позволит, весеннюю страду начнут еще раньше. Важно подчеркнуть, что уже на сегодняшний день 96-97% сельскохозтехники отремонтировано. Ориентировочно к концу апреля будет принят план по субсидированию. Но уже сейчас можно сказать, что стоимость минеральных удобрений и гербицидов будет удешевлена на 50%. Принято решение по предоставлению горюче-смазочных материалов по льготной стоимости. Средняя стоимость ГСМ 260 тенге, а для аграриев они обойдутся в 184 тенге. Под эти цели только в областной центр завезут 250 тонн топлива. На стадии завершения процесс заготовки семян. Зерновики семена в основном приобретают в наших семеновочных хозяйствах, которые в республике есть, а также в Российской Федерации. Работа в этом плане идет. Соответственно, семена обязательно сдаются на проверку в Каза ГРЭКС на схожесть, на чистоту. Эта работа тоже ведется. На сегодня мы на процентов 75 укомплектованы семенами, имеется в виду зерновыми. По картофелю у нас в достаточном количестве, по масличным культурам у нас в достаточном количестве семян. Бахчевые и овощная культура, вы знаете, более мелкие, они найдутся в семенах уже весной. На этот год тоже соответствующие задания с областным управлением сельскохозяйств поступили. Мы должны выйти на уровень 17 тысяч и 9 десятых тысяч гектаров по посеву ярового сева. В этом году есть своя особенность увеличивать посевы кормовых культур. В Ак-Тубе успешно выращивают однолетние травы, суданку, сорга, а также многолетние, житняк, люцерну и другие. В условиях засухи важно развивать поливное земледелие. К слову, общие поливные площади в областном центре на сегодняшний день составляют около 6 тысяч гектаров. И в текущем году планируется запустить проект, реализация которого началась в 2016 году по освоению орошаемых земель. По государственной программе через средства Евразийского банка развития и реконструкции, операторами, заказчиками, исполнителем был активистский филиал «Казводхозы». Эти работы начнутся только лишь как начнется потепление. Мы надеемся, где-то в конце марта, начало апреля. Работа еще есть и хороший объем. Я говорю, что по городу Ак-Тубе. Мы должны выйти на 2876 гектар, работу провести. Большой объем работы – это платуопригородные. Сейчас новое хозяйство у нас тоже подключается с направлением животноводства. Это АТР, товарищество. Кроме того, есть небольшие хозяйства, но они тоже понимают, что надо делать упор на орошаемые земли. Первые за счет государства будут 50 гектар сделаны. У каждого, допустим, это крестьянское хозяйство, байтерея кагра, руководитель которого тоже смотрит с планами. Тем, что просто так на Багаре выращивать кормовую культуру сейчас проблематично и зависеть от погодных условий тоже это неправильно. Поэтому они готовы в том плане, что и землю подготовили и ждут только лишь начнется эта работа, они засеются и будут поливать. Особый акцент делается на обеспечении продовольственной безопасности. В этой связи ежегодно расширяются площади выращивания овощей на закрытом грунте. Важно отметить, что общие площади Тиблиц в октябре составляют порядка 45 гектаров. Крупные проекты действуют практически круглогодично. По состоянию на 1 марта, по оперативной информации, уже более 1300 тонн собрали урожая. В прошлом году этот объем составлял 1000 тонн. То есть мы уже идем на опережение. И если все будет хорошо, то мы надеемся, что к концу года эти цифры тоже будут лучше. Возможно, до 12500 тонн дойдем. С производительными продукциями очень помогает нам то, что эта логистика хорошая у нас, дороги. Пока на сегодня у нас и, скажем, тарифы на энергоносители, более-менее, по сравнению с другими регионами Казахстана. Надеемся, что ничего такое сильно не помешает на освоение тех проектов, которые намечены у нас. В этом году тоже есть один инвестиционный проект по строительству теплицы. Экопродукт компани. Они хотят на 5,5 гектаров построить теплицу промышленного типа. Кроме того, крупное предприятие по переработке молока намерено запустить новую линию. Есть переходящий проект по открытию от кормочной площадки на 1,5-2 тысячи голов. Кроме того, заканчивается работа по возведению молочно-товарной фермы на 400 голов. Актуальным является вопрос по выделению пастбищных земель в пригородной зоне. Более 9 тысяч гектар по жилым массивам, это почти все наши жилые массивы, Курайли, Ахшат, Жаннахонос, Сазда. Это называлось раньше землей населенных пунктов, которые решением сельского Акима на тот момент, Акима сельского закреплялась за этим Акиматом, и там население выпасало свой скот. Сейчас закрепили, заседание земельной комиссии эту площадь утвердило, теперь с поступлением финансовых средств Акиматы двух районов проводят оформление земельных актов. После окончания этой работы карты размещения именно пастбищ для частного подворья будут размещены в зданиях Акиматов, и в каждом поселке, допустим, Саз или Курайли, где у них есть, я думаю, Совет ветеранов, в основном, Шестарейшин, этим руководят, это будет все доведено. Площадь, где она расположена, как выгонять, весной будут проводиться сходы, где будет выбираться пастух, будет договариваться цена, и обязательно будут договариваться границы выпаса средств Акимат, Живоды. К слову всего, в текущем году общее поголовье крупного рогатого скота в областном центре планируется довести до 13,5 тысяч, а поголовье мелкого рогатого скота до 21,5 тысячи, а число птиц планируется довести до около 893 тысяч.